Время новостей на 12-м канале. В студии Танзеля Бахтиярова. Здравствуйте и в этом выпуске. Омск скорбит. В регионе сегодня день траура. Амичи прощаются с погибшими десантниками. Церемония проходит на территории учебного центра ВДВ. В знак сострадания и поддержки сдают кровь для пострадавших в результате обрушения в больницах, наплыв желающих помочь солдатам. Смену закрыли преждевременно. Несколько сотен детей вывезли из лагеря имени Карбышева. Почему? Без пробок и по хорошей дороге западный обход Томска готов больше, чем наполовину, когда фуры пустят в объезд. И отстал от своих. Омский турист потерялся на Алтае. Мужчину ищут спасателя. В 242-м учебном центре ВДВ в эти минуты прощаются с погибшими солдатами. Напомню, вечером в воскресенье в поселке Светлая обрушилась часть казармы. Под бетонными плитами оказались 42 десантника. 23 из них погибли. В Омской области сегодня объявлен траур. В регионе приспущены флаги. Отменены все развлекательные мероприятия. Завтра, 15 июля, в день траура в Оренбуржье, заживо погребенными оказались четверо уроженцев Оренбуржской области. Еще двое сейчас в больницах. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям. Халатность, нарушение правил безопасности, проведение строительных работ и превышение должностных полномочий в учебном центре. С утра многолюдно. А мечи жители других регионов приезжают, чтобы попрощаться с погибшими. В Светлом работает наша съемочная группа. На связь со студией выходит мой коллега Владимир Мутовкин. Вова, что сейчас происходит в учебном центре? Понимаю, что атмосфера там не из легких. Здравствуйте, Анзеля. Здравствуйте, дорогие зрители. Действительно, атмосфера здесь гнетущая. Проходит прощание с солдатами, которые погибли в трагическом несчастном случае. Сейчас на плацу учебного центра ВДВ установили гробы, в которых лежат солдаты. Сюда пришли родные и близкие, чтобы проводить последний путь своих сыновей. Но также и пришли просто жители поселка Светлый. С утра сегодня идут люди с цветами, которые хотят отдать последний долг тем ребятам, которые пошли защищать свою родину. Возможно, им не представился этот шанс сегодня. Но, в общем-то, они были готовы встать на защиту нас с вами, защитить полностью наш покой. И сегодня мы прощаемся с ними, провожаем их последний путь. Поэтому, действительно, атмосфера очень гнетущая. Анзеля. Да, Владимир, ну как долго будет проходить прощание? И вот накануне Амичи планировали аж до 8 вечера приезжать в учебный центр, чтобы возлагать цветы. Да, я повторюсь, цветы приносят постоянно. Люди едут в поселок Светлый, чтобы... Они, конечно, не могут все пройти на территории воинской части. Это закрытый объект, режимный объект, куда проход строго по пропускам. Но, тем не менее, принести цветы сюда, возложить их едут очень многие. Сама церемония прощания рассчитана примерно на час. Но, собственно, командование воздушно-десантных войск сразу оговорилось, что никакого регламента здесь не будет. Все, кто желает отдать последний дань уважения ребятам, которые погибли в Омске, им будет предоставлена такая возможность. Анзеля. Спасибо. Это был наш корреспондент Владимир Мутовкин. Он сейчас работает в Светлом, где идет церемония прощания с погибшими десантниками. Но, между тем, накануне вечером по факту обрушения здания казарма был задержан начальник 242-го учебного центра ВДВ Олег Пономарев. Полковника допросили. Он частично признал свою вину, сообщив следствию, что разрешило заселение военнослужащих в казарму. Причастность Олега Пономарева к совершению преступления по статье «Халатность» проверят в рамках расследования. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Напомню, здание казармы совсем недавно отремонтировали. Еще до сдачи объекта фирма-подрядчик получила нарекания за плохое качество выполненных работ. Исправить недоделки должны были в июле этого года. Всех солдат-срочников из 242-го учебного центра ВДВ переселили новобранцев. На время разместили в палаточном городке в двух километрах от поселка Светлый. Такое решение было принято в ходе расследования о причин обрушения казармы. Оставлять срочников в части посчитали опасным, ведь ремонт остальных зданий военной части также проводила нижегородская строительная компания «Ремокстрой», которую на данный момент считают причастной к трагедии. Добавлю, что в остальном служба будет проходить без изменений. Солдат не переведут на сухой паек. Горячее питание они станут получать в столовых части. Омские медики в день трагедии сработали оперативно. Кровь и ее компоненты для пострадавших в больнице города были доставлены незамедлительно. Трагедию в поселке Светлый омичи восприняли как собственное соболезнование родным и близким. Тысячи неравнодушных выражали в социальных сетях, и несмотря на то, что 16 пострадавших новобранцев еще вчера были отправлены спецбортами Минобороны в Москву, сегодня в знак сострадания омичи идут в Центре переливания крови. Я служил в этом учебном центре, как раз в том же самом батальоне. Я считаю, нужно помочь ребятам, как-то им родным как бы соблезновать, сдать кровь. Я думаю, это не помешает. Напомню, 16 пострадавших при обрушении казармы военной авиации доставили в Москву. Трое остаются в городской больнице номер один. Острой необходимости в крови нет. Медики работают в штатном режиме, но готовы принять всех желающих. По мере необходимости мы увеличиваем заготовку крови. Но на сегодняшний день я считаю, что такой необходимости нет. Тех доноры, которые придут к нам, конечно, и скажут, что мы желаем сдать кровь для ребят пострадавших, мы, конечно, их примем. Но если будут организованные группы обращаться, то желательно, чтобы они согласовывали график прихода с нами, чтобы не было наплыва, чтобы людям было комфортно сдавать кровь, чтобы это принесло пользу всем. Причины ЧП в Светлом выясняют следственные органы. Появляются при этом уже и первые экспертные мнения. Так, член Совета Комитета Госдумы по строительству, заслуженный строитель России Николай Алексеенко считает, что причиной обрушения казармы ВДВ в Омске могли стать как ошибки в проектировании, так и при строительстве. Алексеенко предполагает, что повлиять могло отсутствие контроля и использование некачественных материалов при ремонте. В конкурсах выигрывают фирмы, отметил депутат, предложившие минимальную цену за свои услуги, но при этом не располагающие всеми необходимыми ресурсами и возможностями. Николай Алексеенко также назвал проблему ветхих зданий системной. Среди основных причин подобных катастроф элементарный износ фонда. И без решения этих проблем число подобных случаев будет только увеличиваться, добавил Алексеенко. Официальную причину трагедии в учебном центре ВДВ пока не называют. Их устанавливает следственная комиссия. Другим темам на Алтае ищут омского туриста. Он пропал еще накануне, 13 июля. Мужчина в составе группы путешественников приехал на озеро в Чемальском районе. Отдых организовал местный предприниматель. Добравшись до места, туристов оставили одних, чтобы те самостоятельно изучили достопримечательности. В итоге один человек пропал. Спасатели в этот же вечер организовали поисковую операцию, однако пока она не дала никаких результатов, поиски омского туриста продолжаются. Оздоровительный сезон в детском лагере имени Карбышева прервали из-за отсутствия горячей и холодной воды. Такое официальное заявление для СМИ сегодня сделали специалисты Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Насосная станция осталась без электроснабжения. В результате повреждения кабеля на территории шли ремонтные работы. По этой причине эвакуировать из лагеря пришлось больше 400 детей. Смена для них закончилась на 4 дня раньше. В некоторых интернет-изданиях сразу появилась информация, что причиной эвакуации послужила кишечная инфекция. В Министерстве здравоохранения эту версию отрицают, однако подтверждает факт того, что 8 детей почувствовали себя плохо. На самом деле заболела норовирусная инфекция, это кишечный вирус, 8 детей. Подтверждено лабораторно 6 случаев пока. Но вывоз детей никоим образом не связан со случаями заболевания детей. Дети уже идут на поправку, а в лагере восстанавливают водоснабжение. Следующая смена начнется 17 июля. Что же касается прерванного отдыха, то, как пояснили в Минспорте, родителям вернут деньги за неиспользованные дни. Транзитные фуры пошлют в объезд. Западный обход Омска готов уже больше, чем на 50%. Полностью сдать объект строитель планирует уже в ноябре. По каким-то участкам транспорт поедет еще раньше. Чтобы успеть в срок, работу ведут в две смены. Пропускная способность будущей трассы – 15 тысяч автомобилей в сутки. Дорога Федоровка-Александровка поможет разгрузить город от километровых пробок. Вячеслав Весна наблюдал за строительством. 18,5 километров объездного пути. Направление Федоровка-Александровка. Пока на дороге только рабочий специализированный транспорт. Но буквально через 3,5 месяца здесь поедут машины, автобусы и фуры. Проходимость этой дороги составит порядка 15 тысяч автомобилей в сутки. Это в принципе выгодно и для самих транзитчиков. Они не теряют время стоя в пробках в городе Омске. Выгодно для нас, для мячей, поскольку это и снижение заторов на дорогах, и эта экологическая обстановка будет лучше в городе Омске. История западного объезда началась еще 5 лет назад. Но фактически к работам приступили лишь в мае этого года. Всего на объекте задействовано 600 специалистов разных сфер и более 150 единиц техники. Проезжая часть в ширину составит 9 метров по две полосы в каждую сторону. Дорожная одежда этого проекта как гардероб хорошей девушки. Сперва здесь уложили 22 сантиметра крупного песка, затем 14 сантиметров мелкого песка, 26 сантиметров золоминеральной смеси, затем 14 сантиметров пористого асфальта. Ну и для профессионалов дорожного дела скажу, что завершит это дорожное полотно щебеночно-мастичный асфальт. Он составит прослойку в 5 сантиметров. Построят здесь и два пути провода. Один через железнодорожные рельсы, второй перешагнет через реку Камышловка. Ударными темпами идет строительство и развязки на трассе М51. Единственное, что может слегка нарушить планы дорожников, это капризы природы. Да, здесь неделю у нас Небесная канцелярия сделала свои коррективы, но мы не стояли, мы занимались заготовкой материала. То есть мы возили песок на площадку, только вы видите, вот у нас сосредоточенная штабеля песка, которую мы сегодня, сейчас, в данный момент, вывозим уже на строительство объектов. Работы ведутся в две смены. Вагончики для проживания рассчитаны на 6 человек, оснащены кондиционером. Для полевых условий вполне комфортно. Есть даже собственная баня. Да, банька отличная. Ходим после работы, греемся, моемся, отдыхаем. Да, набираемся сил на следующий рабочий день. Все необходимые материалы на 90% в наличии. Общая стоимость строительства почти 2 миллиарда рублей. Транспортную развязку на трассе М51 сдадут 5 сентября. Полностью же объездной участок Федоровка-Александровка откроют к ноябрю. Вячеслав Весна, Вадим Насардинов, 12 канал. Вечный огонь у Кремлевской стены, герой о сказке Колобок, пешеходный переход с дядей Степой и другие цветочные чудеса. Замичи увидят 31 июля, когда стартует флора 2015. В этом году тема выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Мой город, мой дом, моя семья и 70-летие Победы». Ход подготовки к флоре обсуждали накануне городские власти. Уже засеяны газоны. Завтра закончат высаживать цветочную рассаду. С 20 июля начнется оформление композиции. Так называемая центральная флора пройдет на трех площадках. Это скверы Воскресенские и Выставочные, а также набережная Тухачевского. Кроме того, в последние дни июля откроются площадки и в округах. Сейчас идут работы по озеленению и благоустройству территории. Стоит отметить, что в этот раз праздник не испортят алчные садоводы, ворующие цветы. На время проведения флоры площадки будут под надежной охраной. И о погоде. Завтра 15 июля по области пройдут дожди в городе без осадков. В районах ночью до плюс 16, днем 21-23 градуса тепла. В Омске ночная температура 15-17 градусов, днем до плюс 25. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. И пока это все новости. По телефону 695-641 сообщайте свои интересные темы. На следующий выпуск уже в 17 часов. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова